МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте! В эфире телеканал АСИБИСИ и радио СИБИСИ-ФМ. Вечерний выпуск новостей в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Для достижения мира на Южном Кавказе имеются очень хорошие возможности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с канцлером Германии Олафом Шульцем. Баку готов сотрудничать со странами, которые хотят оказать свое содействие в этом вопросе, подчеркнул глава государства. Россия продолжает относиться к Армении как к губернии, заявил спикер парламента страны Ален Симонян, призвав Кремль смириться с тем, что его страна действует как независимое государство. Между тем, противники власти Пашиняна уверены, что подобные антироссийские заявления дорого обойдутся Еревану. Тель-Авив согласен на освобождение 33 палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля. Взамен израильская страна требует сокращение срока перемирия, продолженного ранее движением ХАМАЗ, сообщают израильские СМИ. Высший уголовный суд Стамбула приговорил Ахлям Аль-Башир, устроивший два года назад теракт на популярном проспекте мегаполиса 1794 годам лишения свободы. В результате теракта погибли 6 человек, были ранены 99. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая. Им также не следует пересекать красные линии Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития Китайской Народной Республики. Обо всем этом госсекретариус США Энтони Блинкену напомнили в ходе визита в ТНР. В Берлине состоялась встреча президентов Азербайджана и Германии Ильхама Алиева и Франка Вальтера Штайнмайера в расширенном составе. До этого главы государств провели встречу один на один. Ранее президент Ильхам Алиев встретился с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль-Джабером, главой МИД Германии Аналеной Бербак и с канцлером этой страны Олафом Шольцем. Также Ильхам Алиев принял участие в сегменте высокого уровня 15-го Петербергского климатического диалога. Сегодня в Берлине обсудили также вопросы безопасности на Южном Кавказе. В ходе совместной пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева и федерального канцлера Германии Олафа Шольца был отмечен и нынешний уровень развития двусторонних отношений. Сотрудничество охватывает и подготовку КОП-29. В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития. Об этом на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, двусторонняя повестка дня достаточно обширная. Развитие германо-азербайджанских отношений имеет большое значение также и для развития и стабильности Южного Кавказа. Коснулся Ильхам Алиев и вопрос о региональной безопасности. Глава государства напомнил, что территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлена. «Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией. По приглашению канцлера Олафа Шольца, министра иностранных дел Азербайджана и Армении, недавно встречались в Германии. Следующая встреча будет запланирована в Казахстане. Таким образом, мы предпринимаем дополнительные шаги к подписанию мирного соглашения. В результате процесса, идущего между Арменией и Азербайджаном, началась делимитация и даже демаркация границ. Нам возвращаются четыре азербайджанских села, оккупированные в 1990 и 1992 годах». Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для достижения мира имеются очень хорошие возможности. С этой целью Баку готов сотрудничать со странами, которые хотят оказать своё содействие в этом вопросе. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, поддержал прямой диалог лидеров Азербайджана и Армении. «Думаю, что 2024 год может и должен стать годом мира в регионе. Это несёт в себе возможности, а также ответственность. Предварительные договорённости в связи с демаркацией радуют нас. Я воодушевляю вас сохранить эту динамику и совершать смелые шаги в этом направлении. Призываю к этому вас и премьер-министра Пашиняна». Канцлер Олаф Шольц также сообщил, что ожидает конструктивного подхода от стран в достижении долгосрочного мира. Германия готова поддержать Азербайджан и Армению в этом вопросе, подчеркнул федеральный канцлер. Эсмир Алиева, Сибиси. Этот шаг – не что иное, как откровенный политический заказ ряда европейских сил, направленный на дальнейшее ухудшение отношений с Азербайджаном. Так в МИД прокомментировали резолюцию Европарламента. Принятие таких односторонних и предвзятых документов без адекватной оценки давно стало обычным явлением для Европейского парламента. В МИД подчеркнули, что целью тех, кто выступает за принятие подобных документов, является отличение внимания от действительно острых социально-экономических и политических проблем европейского общества. Кроме того, призывы к санкциям против Азербайджана только осложняют отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом. МИД призвал Европейский парламент прекратить вмешательство во внутренние дела и судебные процессы Азербайджана. Тему продолжим с нашим гостем. К нам подключается Эльчин Алуйоглум, главный редактор Мили Аз. Эльчин Белем, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую вас, зрители. Эльчин Белем, в настоящее время двусторонние отношения практически со всеми европейскими странами развиваются по нарастающей. К слову, сегодня президент Азербайджана находится в Германии, там он встречался с канцлером этой страны Олафом Шольцем, где было отмечено, что азербайджано-германские связи переживают период стремительного развития. Так почему иногда мы видим явную антиазербайджанскую позицию европейских структур? Вот, к примеру, это резолюция Европарламента. Спасибо за вопрос. Визит означает только одно – признание со стороны Германии, интерполяция своей внешней политики и своя догма, которая по ныне существует вопреки здравому смыслу. Во-первых, что касается Европарламента, Европарламент давно и упорно превращает саму себя в рудимент старой политики. Политика времен Холодной войны. Они, по-моему, забыли, что Берлинской стены давно уже нет. Но напрочь осевшие в мозгах и провиденческой модели некоторые, да, и многие, честно говоря, евродепутаты, по иммущение о том, что Восток есть Восток, и Запад, и Запад, и Мессием не будет никак, я просто протестировал Реберда Кибунга. Они думают, что путем шантажа, давления, неадекватной политики, политики выворачивания рук, прессинга, они смогут чего-то добиться. Вовсе нет. Это привело к тому, что страны в европейском континенте, да и в постсоветском пространстве, а также во всей Евразии поделились на два лагеря. Первый лагерь – это те страны, которые возомнились носителями европейской ценности, евродемократии, не бальтарьястно, а остальные страны должны следовать их указаниям. Как вчера указал премьер-министр Венгрии господин Орбан, Европарламент ныне превратился в евромогилу, и они диктуют странам только две паладенские модели. Якобы те страны, которые находятся в Европе и являются членами Европейского союза, они страны демократии, а все, без исключения страны, являются странами авторки и автократии. В этом и заключается гибельный момент европейской политики. Они смогли настраивать против себя многие страхи, многие организации и многие политические силы вне Европы. Но Европа нуждается не только в энергоносителях, не только в нефти и в газе. Европа нуждается в понимании, в культурном понимании, политическом, геополитическом, геостратегическом понимании тех вещей, которые происходят в старом континенте. Но старушка Европа до сих пор не может отождествить себя со свободной страной, которой якобы она является. Потому что в глазах европейцев Европейское союзное – это такая большая страна, которая руководит континентом. И на фоне этого визит президента Азербайджана, господин Ленхам Алиэль, в Германию является зримым доказательством того, что несмотря на все происки, несмотря на истерические визы и ноты, которые в замечательном Европарламенте сотрудничество между Азербайджаном и европейским страном, особенности носителями европейской демократии и евросилы, идут по нарастающей. Исключаю, конечно, Францию. Потому что Франция, благодаря стороне Маккона, ныне бьется в геополитических конкурсиях. Честно говоря, я сам запрещу прогнозировать, в какой струе и в какой плане будет дальше двигаться Франция. Что касается Германии. Германия имеет вполне четкие, конкретные цели насчет Транскавказа. То есть в Южном Кавказе. Первая цель – это закрепиться в Южном Кавказе. Не важно, как экономическими, политическими, геополитическими путями. И попытаться возьметь для себя некие инструменты влияния, те процессы, которые растекают в нашем регионе. Не случайно, что господин Олаж присоединился к четвертому Бранаде, в самом Тимбранаде, попытался сказать что-то, но ему не дали этого сделать. Не дали сделать господин Шарль Мишель и особенно президент нации Маккона. Германия заинтересована, причем вязчая заинтересована в развитии связи с израбанчаном, в развитии сотрудничества в области энергоносителей, в области доставки, производства и продажи энергоносителей. Потому что Германия хочет быть не только потребителем природного газа и нефти, но и неким хабом для того, чтобы энергоносители и энергетические ресурсы были доставлены и во Францию, и в Британию, и в Ирланию. Почему бы нет? Потому что в Германии есть эти планы и официально пытаются претворить в жизни эти планы. Второй вопрос это зеленая энергетика и зеленый массив, как в Германии сами называют. Не далее, как 14 лет тому назад, Германия перешла на зеленую энергию. Еще во-первых, на Юршке Фишера было задемонтировано этот переход в стратегические изменения германской экономики, но это было сопряжено с некими трудностями. Именно благодаря тому, что Германия смогла одолеть некие трудности, некоторые трудности, но не все, она нуждается в поддержке и развитии своих структурных проектов. А для этого Азербайджан подходит как самая эффективная и самая потенциальная развитая страна на Южном Кавказе. Не случайно, что глава государства Азербайджана отправился в Германию из аэропорта Физулии. Это был явный месяч, причем вполне конкретный, вполне доброжелательный месяч к германским политикам и бизнесменам на счет того, что Азербайджан готов предоставить территорию освобожденной от армянской оккупации для совместного проекта в области зеленой энергетики, производства, транспортировки, доставки и продажи конечного субпродукта. Третий вопрос этого визита, который станет вверхом взаимодействия Азербайджана и Германии является чисто политическим. Потому что Германия заинтересована в стабильном, спокойном и мирном Южном Кавказе, в отличие от той же Франции. И именно поэтому господин Олаф Шольц, после того, как были произнесены речи насчет зеленой энергетики, он провел переговоры именно по политическому обустройству, новому обустройству, новому порядку в Нелушном Кавказе. Германия поддерживает Азербайджан двусторон первого Росармении. Германия поддерживает наше стремление к воцелению мира, спокойствия и добросоведствия на Южном Кавказе. И Азербайджан заинтересован в том, чтобы иметь в лице Германии надежного и стабильного партнера для политического и экономического партнера. Я думаю, что связи между Азербайджаном и Германией имеют очень хороший потенциал и очень хороший резон развития. Но некие события, которые являются именно интерполяцией германской политики. То есть официальный Берлин в лице канцера, в лице государственного аппарата и политических и всего их стабильщика поддерживает полностью стремление о заработке к воцелению мира и развитие на Южном Кавказе. Но германской политики, особенно приверженцы христиан-демократ и политических чепенцев в виде радикальных демократов, свободных демократов, а также такие политические тяжеловесы, как дальнейшие депутаты от партии зеленых, они пытаются путем поддержки Армении возьмите некие рычаги давления на Азербайджан. И именно из-за этого локомотивом решений и петиции против Азербайджана, локомотивом политических субдокументальных решений против Азербайджана являются именно немецкие депутаты, которые пытаются перехватить инициативу перед выборами Европарламента и увеличить свою численность и увеличить свою представительность в Европарламент. То есть говорят простым языком, они приносят в угоду вертвы и в угоду своим интересам взаимоотношения между Германией и Азербайджаном. Но это им не удастся сделать, потому что политика есть искусство возможным. И скорее всего германские политические и они знают, что они хотят быть реалистами и верить в невозможное. Потому что это им досталось именно данное изречение. Я думаю, что это изречение актуально как никогда мнения именно этой дни. Альчин Белем, большое вам спасибо за ваше мнение. Спасибо, что подключались к нашему эфиру. Спасибо. Всего доброго. Я напомню, что на прямой связи со студией был Альчин Алыуглу, главный редактор Мили Ас. Продолжаем выпуск. Отношения Москвы и Еревана переживают не лучшие времена. Новый виток напряженности вызвали заявление председателя парламента Армении Алена Симоняна. Он фактически назвал Россию страной-агрессором. Теперь Москва ждет объяснений от армянского спикера. Новый виток напряженности в армяно-российских отношениях. В России сочли непозволительными высказывания председателя парламента Армении Алена Симоняна. Неомеране на форуме стран ЕС в Испании армянский спикер обвинил Россию в организации кампании угроз и дезинформации против Армении. Но особое возмущение Москвы вызвали слова Симоняна о вторжении в Украину. Сегодня армянский парламент получил запрос от Совета Федерации России. От Национального Собрания Армении требует объяснений. Сам Симонян заявил, что всегда тщательно подбирал слова. На самом деле темой конференции было вторжение России в Украину. Я даже убрал ради них слово незаконное, так как не хотел вызвать каких-либо негативных эмоций. В моем выступлении не было ничего, что не соответствовало бы международному праву. Даже Беларусь не признала территории, которые Россия называет новыми частями своей страны. Турция тоже не признавала. Турция даже четко заявила, что не признает Крым. Я хочу понять, у них хватает смелости только на нас обижаться? По словам Алена Симоняна, Россия продолжает относиться к Армении как к губернии. Он призвал Кремль смириться с тем, что страна действует как независимое государство. Тем временем в армянской оппозиции бьют тревогу. Противники власти Пашиняна уверены, антироссийские заявления официальных лиц дорого обойдутся республике. Россия может ввести экономические санкции против Армении. А последняя, несмотря на свои многочисленные усилия, так и не добилась выхода на европейский рынок. Заявленные США и Евросоюзом объемы грантовой поддержки не сравнятся с многомиллиардными выгодами, которые Ереван получает от Москвы в рамках ЕС и СНГ. Вопрос Алена Симоняна нужно решить. Необходимо показать, что мы наказали человека, который назвал Россию агрессором. Пашинян сейчас стоит перед дилеммой. Кроме того, на 7 мая запланирована инаугурация президента России Путина. Это станет очередным испытанием для Пашиняна. Он должен решить, поедет или нет. Еще один вопрос. Останется ли Пашинян на празднование Дня Победы 9 мая? Пашинян же выдает себя за проевропейского политика, а значит, он должен быть антироссийским. Пока никакой диверсификации у них не получилось. Пока у них получился провал. Они разгромили отношения с Россией без прецедента низкого уровня. А от Запада они ничего конкретного не получили за все эти годы. То, что было сказано им в Брюсселе, это полный провал. Потом выходят эти евроактеры в наш парламент и как монолог читают о том, что мы уже стали частью Европы. Я просто беспокоюсь за психическое здоровье этих людей. Или у них что-то с головой не так, или они прекрасные актеры, которым очень хорошо платят. Мы живем в каком-то придуманном мире. Нам постоянно говорят сказки. Эти сказки хорошо финансируются. И потом нам втирают в мозги эту идею, что мы стали частью Европы. Никакой Европы здесь нет. Россия неоднократно обращала внимание на желание Запада превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе. Кремле уверены, Вашингтон и Брюссель добиваются выхода Еревана из ОТКБ и ЕС и вывода российской военной базы и пограничников. К слову, аэропорт Еревана погромвойска России покинут до 1 августа. Власти Армении на днях также сообщили о том, что в российских силах скоро не будет необходимости и на границе с Азербайджаном, ведь делимитация границ уже началась. Между тем, украинские военные отводят из зоны боевых действий танки, предоставленные им США. Причина отказа использовать американское вооружение заключается в уязвимости перед российскими беспилотниками. Ситуация на поле боя существенно изменилась. Благодаря использованию вооруженными силами России разведывательных и ударных дронов. ВСУ стремительно отводят от линии соприкосновения американские танки Абрамс. Обнаружение атака российских беспилотников привела к уязвимости американского вооружения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников. В Министерстве обороны США заявили, что широкое использование дронов на поле боя означает, что нет открытой местности, по которой ВСУ могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными. По последним данным Генштаба ВСУ за сутки на фронте произошло более 90 боевых столкновений. По-прежнему трудное положение для украинских позиций наблюдается на Авдейском направлении. Как отмечают российские эксперты, на данный момент ВСУ переживает целый ряд кризисов. Украинские военные силы испытывают явную нехватку живой силы и вооружения. Связаны с перебоями поставок. Ранее власти США сообщили о завершении работы над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Украины. В Белом доме готовятся подписать контракты с американскими подрядчиками на сумму до 6 миллиардов долларов. Аналитики утверждают, что данный шаг Вашингтона только накалит нынешнюю ситуацию. Украина в нынешней ситуации переживает целый ряд кризисов, в том числе связанных с нехваткой живой силы в составе вооруженных сил Украины. Также постоянными перебоями поставок вооружения от их партнеров преимущественно стран коллективного азарта. Подтверждена помощь со стороны Соединенных Штатов Украины. И это обозначает то, что на Украину сейчас будут продолжать поставляться образцы военной техники западных стран. Как следствие этого это будет продолжительный конфликт. То есть вполне реально и возможно что интенсивность конфликта будет снижаться, но вместе с тем сам по себе конфликт будет продолжаться. По данным Минобороны России российские вооруженные силы каждые сутки на фронте заметно стали продвигаться вперед. По мнению украинских экспертов российские военные силы идут на большой риск, тем самым направляя всю живую и неживую силы на линию фронта. Российские военные активизировали усилия на Купянском и Лиманском направлениях, продолжая атаковать на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. В частности, на Купянском направлении силы обороны Украины отразили 10 атак в районах населенных пунктов Харьковской и Луганской областей. Как считают аналитики, идут ожесточенные бои между российской и украинской сторонами. При этом линия фронта прежняя. На Лиманском направлении он пытается прорвать нашу оборону в направлении Лиман, чтобы срезать северский выступ. На Бахмутском направлении они забуксовали российские войска. Нам удалось стабилизировать фронт в районе Часового Яра и практически на Бахмутском направлении последние несколько суток враг успеха не имеет. Там идут ожесточенные бои, но линия фронта не меняется. На Авдеевском направлении самое сложное направление для нас, самое проблемное враг имеет частичный успех и развивает прорвав нашу оборону в направлении Очеретина и от Очеретина пытается развивать вклинение в наши боевые порядки на север и на юг. Западная помощь Украине несмотря на политические трудности все еще продолжается. Все эти факторы, как утверждают аналитики, позволяют говорить о том, что 2024 год станет переломным моментом в российско-украинском конфликте. Украина уже некоторое время предупреждает о возможном российском наступлении весной. Ее способность отразить попытку наступления во многом зависит, по мнению экспертов, от скорейшего получения западных военных поставок. Израиль готов пойти на уступки и смягчить требования к палестинскому движению Хамаса для прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщают израильские СМИ. Ранее в Хамас заявили о готовности сложить оружие в случае обеспечения государственности Палестины. В свою очередь Саудовская Аравия готовится организовать у себя переговоры по ситуации в секторе Газа, правда, без участия представителей Израиля и Хамас. По информации израильских СМИ Тель-Авив согласен на освобождение 33 палестинских заключенных, женщин, пожилых и больных людей, содержащихся в тюрьмах Израиля. Взамен израильская сторона требует сокращения срока перемирия, предложенного ранее движением Хамас. Член политбюро движения Халиль Аль-Хаев в интервью агентства Associated Press накануне назвал условия для распуска боевиков палестинского движения. По его словам, Хамас готов согласиться на перемирие с Израилем сроком на 5 лет или более и сложить оружие, а также переформироваться в политическую партию. Главное условие для этого создание независимого палестинского государства в его границах, существовавших до 1967 года. Находится сейчас в тюрьме до военной конфликт 7 октября около 7 тысяч человек, сейчас стало около 8 с половиной. Поэтому Хамас хочет всех на всех, имея в виду все заложники, которые находятся у него, то военные, то гражданские, в обмен на все арестованные в Израиле. Что является, на мой взгляд, фактом, это то, что 133 наших человека, из которых значительная часть, к сожалению, уже не живы, это их тела, они похищены террористами и находятся в Газе, и переговоры, они зашли в тупик. Последний, кто отказался, так сказать, от предложения американцев, которое было принято Израилем, это был Хамас. Между тем, на 29 апреля в столице Саудовской Аравии, Эр-Риаде, запланированы переговоры по ситуации в секторе газа. По данным агентства Bloomberg, в них ожидается участие госсекретаря США Энтони Блинкина, главы Медвеликобритании Дэвида Кэмерона и чиновников Евросоюза, представителей Египта, Иордании, Катара и Палестина. Участие в консультациях представителей конфликтующих сторон Израиля и Хамас не планируется. Собеседники Блумберга характеризовали предстоящие мероприятия как кризисную встречу и предварительные переговоры. Мы знаем, что любая встреча, в которой не участвует в стране конфликта, это провальная встреча. Знаем это про Украину, когда Украина обиталась в Джедде, это сделать без участия России. Это просто-напросто мы называем это пиар политический. Несколько стран пытаются получить какие-то дивиденды, политические дивиденды и начинают организовать этого процесса. Разговор там будет идти именно о том, как продвинуть сделку по освобождению заложников и египтяне будут просить отсрочить или вообще отменить операцию в Афе. То есть на разных уровнях постоянно эта работа проходит. Стороны конфликта в Газе разделяют сомнения относительно успешности эрвиадской встречи. По мнению экспертов, эти переговоры носят декларативный характер, подразумевая не более чем простой обмен мнениями, а соответственно не нацелены на прекращение кровопролития. Фарид Аделов, CBC. Протесты против действий Израиля в Газе не стихают в американских университетах. Они приняли массовый характер после того, как в кампус Колумбийского университета были вызваны полицейские, задержавшие более ста демонстрантов. Действия правоохранителей привели к тому, что география демонстраций и сидячих забастовок расширилась. Теперь протесты студентов проходят в Нью-Йоркском, Ельском, Гарвардском и Калифорнийском университете в Беркли. Митингующие требуют от образовательных учреждений прекратить принимать пожертвования от оборонных и других компаний, которые ведут бизнес с Израилем. Всего полиция задержала свыше 500 человек. Были также случаи жестокого разгона с применением слезоточивого газа. Борцы за гражданские права в США раскритиковали излишнее применение силы полиции. Это великое освободительное движение. Израиль уже семь месяцев совершает массовые убийства. Мы требуем, чтобы университет твердо выступал против продолжающегося насилия. Недовольство действиями Израиля в секторе газа и выступление за право на свободу слова охватили студенческие городки США сразу после нападения Хамас на Израиль 7 октября прошлого года. С тех пор, как заявляют студенты, в вузах участились случаи антисемитизма и исламофобии. Нынешние протесты представляют собой серьезную проблему для администрации университетов, которые пытаются с одной стороны сохранить свободную академическую дискуссию, а с другой не допустить разжигания ненависти. Президент США Джо Байден на этой неделе заявил, что осуждает как антисемитистские протесты, так и тех, кто не понимает, что происходит с палестинцами. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал студенческие митинги проявлением демократии, но раскритиковал участников за то, что на своих демонстрациях они мало говорят о роли Хамаса в конфликте на Ближнем Востоке. Когда они призывают к революции Интифадия, они призывают к гибели еврейского народа в целом. И когда они продвигают идею от реки до моря, они призывают к полному уничтожению Израиля. И это заставляет многих студентов-евреев, включая меня, чувствовать себя в небезопасности. Террористка, устроившая взрыв на проспекте Истекляль в Стамбуле в ноябре 2022 года получила семь пожизненных сроков. В целом 1794 года лишения свободы по совокупности преступлений. Высший уголовный суд крупнейшего мегаполиса Турции огласил приговор Ахлям Аль-Башир сегодня. Четверо обвиняемых из проходящих по делу были отпущены в здание суда. В результате теракта на исторической пешеходной улице Истекляль в центре Стамбула погибли восемь человек. Были ранены 99, в том числе трое граждан России. Власти Турции возложили ответственность за теракт на сирийское крыло экстремистской организации РПК. Силовики выяснили, что террористка прибыла из сирийского Кубани и связана с запрещенной организацией. Девушка далее дала признательные показания. Аль-Башир удалось задержать спустя 10 часов после произошедшего. Для этого спецслужбы проанализировали записи почти полутора тысяч камер видеонаблюдения. госсекретарь США Энтони Блинкин в последний день своего турне по Китаю встретился в Пекине с председателем Китайской народной республики Синь Цзиньпинем, где ему напомнили, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. Ранее на встрече с главой МИД Ван И последний заявил, что требования Китая последовательные. Он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов. За последние 45 лет отношения Китая и США пережили взлеты и падения и показали много важного. Две страны должны быть партнерами, а не соперниками. Помогать друг другу достичь успехов, а не причинять друг другу вред. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпинь, принимая в Доме Народных Собраний госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам Си, Пекин и Вашингтон вправе самостоятельно выбирать своих друзей и партнеров. Он напомнил Блинкену, что Китай придерживается принципа неприсоединения к блокам и Белому Дому не нужно сколачивать маленькие группировки. Две страны должны быть партнерами, а не соперниками. Лучше добиваться взаимных успехов, а не причинять друг другу вред. Обеим странам следует искать точки соприкосновения, а не ожесточенную конкуренцию. Обе стороны должны держать свое слово, вместо того, чтобы говорить одно, а делать другое. Мы переживаем огромные перемены. Расширение диалога между Китаем и США, преодоление разногласий и развитие сотрудничества. Этого хотят видеть не только народы обеих стран, но и остальной Китай рад видеть уверенные в себе открытые, процветающие и развивающиеся Соединенные Штаты. Мы надеемся, что США также позитивно отнесутся к развитию Китая. Энтони Блинкин в ответ на заявление Си Цзиньпиня попытался оправдаться, заявив, что Соединенные Штаты не хотят сдерживать развитие Китая, менять китайское государственное устройство и противостоять ей. По его словам, Вашингтон не стремится к новой холодной войне. Белый дом придерживается политики одного Китая и считает важной стабильность в Тайваньском проливе. Среди других вопросов на повестке дня были экономическая и торговая практика Китая. Кроме того, США и Китай в ближайшие недели впервые проведут двусторонние переговоры по теме искусственного интеллекта, добавил Блинкин. Президент Байден попросил меня вернуться сюда, чтобы продолжить выполнение важной имеющихся у нас разногласий. Мы видим прогресс в различных областях сотрудничества, особенно в области связи между военными, борьбы с наркотиками, будущего искусственного интеллекта, и мы будем продолжать укреплять наши связи. Энтони Блинкин в рамках своего рабочего визита в Китай провел пресс-конференцию, главной темой которой стала война в Украине. Он выразил обеспокоенность тем, что Китай поставляет товары двойного назначения для обороны промышленного комплекса России на фоне продолжающегося конфликта. Госсекретарь США указал, что Китай не может одновременно поддерживать Россию и улучшать отношения с Европой. Американский дипломант подчеркнул, что обеспечение трансатлантической безопасности — это коренной интерес США. Он отметил, что если Пекин не будет содействовать в решении этой проблемы, то Вашингтон будет участвовать в этом самостоятельно. В ходе сегодняшних дискуссий я повторил нашу серьезную обеспокоенность по поводу поставок Китаем компонентов, которые подпитывают агрессию России против Украины. Китай является крупнейшим поставщиком станков и микроэлектроники, а также других товаров двойного назначения. Китай в прошлом демонстрировал, что он может предпринять позитивные действия. Вы, наверное, помните, что более года назад у нас были опасения, что Россия рассматривает возможность применения ядерного оружия, и я считаю, что голос Пекина был важен, по крайней мере, в то время для того, чтобы заставить Москву отказаться от этого возможного курса действий. «Свобода судоходства и торговли в Южно-Китайском море имеют решающее значение не только для Филиппин, но и для США и любой другой страны в Индотихоокеанском регионе», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, обсуждая опасное поведение Китая и Филиппин в водных путях. По его словам, Белый дом будет продолжать работать над разрешением напряженности между Пекином и Манилой, и Соединенные Штаты будут выполнять оборонные обязательства перед Филиппинами. Обсуждая конфликт между Израилем и Хамас, американский дипломат призвал Пекин использовать свое влияние на мировой арене, чтобы предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке. Эльвин Абдулаев, CBC. К другим темам. В рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджаном и Арменией выполнено около 35%. Установлено 28 пограничных столбов. Об этом говорится в сообщении службы заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. В настоящее время работа экспертных групп двух государств продолжается. Процесс уточнения координат начался по итогам восьмой встречи Госкомиссии двух стран. В Армении все еще не пришедшие в себя после поражения во второй Карабахской войне испытывают сильный стресс от возвращения Азербайджану теперь уже четырех сел Газахского района. Жители этих оккупированных более 30 лет назад армянской армии сел блокируют дороги ведущие в приграничную зону где в настоящее время проходит процесс делимитации требуя его прекращения. Армяне недовольные решением власти в Ереване о возвращении Азербайджану четырех сел начали угрожать саперам проводящим разминирование участков на границе двух стран. На очередной акции в приграничной зоне митингующие обвинили в предательстве инженерные войска страны от них требуют не разминировать а наоборот закладывать новые мины на армяно-азербайджанской границе. За все ответите верните все мины обратно благодаря этим минам наши деды сохранили эти земли а вы хотите все испортить уходите отсюда для кого вы готовите эти земли какое вы имеете на это право позор вам вы все предатели армении убирайтесь отсюда те кто участвуют в разминировании являются врагами армянского народа будь он военный или полицейский они слепо исполняют приказ своего шефа как такое возможно эти люди не армяне все они предатели будет лучше если я подорвусь на этих минах чем увижу как земли передают врагу похоже проклятие все же настигли армянских военнослужащих как сообщил депутат парламента гарник даниилян один из них все же подорвался на мине во время разминирования участка на границе с азербайджаном минобороны страны подтвердили информацию об инциденте но не уточнили где именно он произошел и при каких обстоятельствах пострадавший на данный момент проходит лечение но выздоровление ему желают далеко не все соотечественники недавно на мине подорвался один человек сначала власти говорили что это гражданское лицо но они как всегда обманывали нас хотят заверить что никто не занимается разминированием дорог однако все знают что речь идет о сапере кажется он погиб хотя мне честно говоря все равно мы к сожалению за таких не можем пойти и убрать эти никчемные столбы на границе мы сделаем все чтобы села не отдали армяне просыпайтесь мы заминировали наши земли для того чтобы наказать азербайджанцев кто вам дал право разминировать территории требуют саперов чтобы они покинули эти места убирайтесь отсюда убирайтесь или пожалеете никто пусть не боится войны будущие поколения будут проклинать нас будут говорить герба гер олас из сизи те кто занимаются разминированием не армяне а турки желаю этим саперам только смерти мы покинем Армению пусть они живут с азербайджанцами но пусть не забывают если вся планета превратится в кладбище последним кто положит на чью-то могилу цветок будет армянин протестующие против делимитации перекрыли самую продолжительную автомобильную трассу Армении Ереван-Сиван и несколько других дорог демонстранты также попытались заблокировать движение в самой столице но полиции удалось разогнать недовольную толпу некоторые из митингующих пожаловались на применение грубой силы со стороны правоохранителей жители приграничных сел заявили что будут вести круглосуточное дежурство на ряде дорог чтобы не допустить возвращения Азербайджану четырех сел тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян все так же пытается объяснить гражданам необходимость работ по делимитации на встрече с однопартийцами глава армянского кабмина заявил что решается вопрос не одной деревни или дома а в целом существование Армении в ближайшие десятилетия между тем в Агдаме состоялась торжественная церемония закрытия совместного турецко-российского мониторингового центра на протяжении трех лет центр выполнял функцию контроля за режимом прекращения огня в Карабахе создание совместного турецко-российского мониторингового центра в Карабахе стало возможным благодаря меморандуму о взаимопонимании подписанному 11 ноября 2020 года министрами обороны России и Турции строительство центра началось незамедлительно и 30 января 2021 года на территории Агдамского района близ села Киаметлинли состоялось его открытие это второй случай после Сирии когда военные России и Турции ведут совместную деятельность в течение более трех лет мониторинговый центр осуществлял контроль за выполнением пунктов трехстороннего заявления подписанного президентами России Азербайджана и премьер-министром Армении по итогам второй Карабахской войны успешная работа центра построенная на взаимном уважении и главенстве международного гуманитарного права позволила досрочно завершить миротворческую операцию и приступить к выводу российского миротворческого контингента с территории Карабахского экономического региона Азербайджана проведение совместных праздников а также спортивных и культурных мероприятий за последние три года еще больше укрепили отношения между Турцией и Россией предпринимаемые Азербайджаном и Армении шаги в направлении мира отслеживаются мировым сообществом выражая благодарность турецким российским военнослужащим за добросовестную и мужественную службу во благо мира и стабильности в регионе и желая им успехов в дальнейшей службе в сентябре прошлого года в результате краткосрочной контртеррористической операции локального характера остатки армянских бандформирований на территории Азербайджана были уничтожены а в середине нынешнего апреля начался вывод из Карабаха российского миротворческого контингента после этого деятельность российско-турецкого мониторингового центра утратила смысл и по договоренности между высшим руководством трех стран было решено его закрыть после того как Азербайджан восстановил контроль над карабахским экономическим районом совместный турецко-российский мониторинговый центр тоже завершил свою деятельность под звуки гимна России и Турции сегодня были торжественно спущены флаги двух стран церемония закрытие центра завершилось художественной программой с участием ансамбля песней и танца армейского идеологического и культурного центра имени Азиасланова и военного оркестра военного института имени Гейдара Алиева сегодня в агентстве интеллектуальной собственности состоялся круглый стол на тему интеллектуальная собственность на современном этапе приуроченной к международному дню защиты авторских прав подробности в сюжете бриллиант Исламовой для Азербайджана тема защиты интеллектуальной собственности и культурного наследия страны актуальна по сей день и стоит она весьма остро дело в том что Азербайджан на протяжении длительного времени сталкивался с тем что соседняя Армения присваивала буквально все что принадлежит азербайджанскому народу тема организации азербайджанского наследия стала еще более актуальна после освобождения ранее оккупированных Арменией земель об этом заявила уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева во время своего выступления в агентстве интеллектуальной собственности. По её словам, подобные действия Армении – преступления против всего азербайджанского народа. «На протяжении десятилетий Армения совершила много военных преступлений. Стоит также упомянуть об орбициде и экоциде, совершенном армянами на иску на азербайджанских землях. Я хочу отметить, что присвоение Армении азербайджанского национального и культурного наследия, фольклора, танцев, а также кулинарных жемчужин является также преступлением против Азербайджана». В Азербайджане вопросом авторских прав и защиты интеллектуальной собственности занимается соответствующее агентство. По словам его председателя Кямрана Иманова, в современном мире тема защиты интеллектуальной собственности не теряет актуальности, и Азербайджан в этом смысле не является исключением. «Проведённый анализ показывает, что если в 2022 году было выдано 717 свидетельств об авторских правах, то в 2023 году эта цифра увеличилась на 20 процентов. Если в 2022 году было зарегистрировано 271 заявка на получение патента на изобретение, то в 2023 году эта цифра увеличилась на 11 процентов». Международный день интеллектуальной собственности отмечается в Азербайджане с 2001 года. В текущем году этот день во всём мире проходит под девизом «Интеллектуальная собственность и цели устойчивого развития, инноваций и творчества для общего будущего». Бриллиант Исламова, Намик Касанле, CBC. Возвращаемся к главной теме дня. В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития. Об этом свидетельствуют встречи на высшем уровне, а также обширная двусторонняя повестка. Как страны намерены развивать дальнейшее экономическое взаимодействие, расскажет моя коллега Медина Гурбанова. Медина, добрый вечер. Добрый вечер, Лидия. Добавлю, что сегодня в Берлине также было подчеркнуто, что Германия поддерживает Азербайджан в проведении такого масштабного мероприятия, как КОП-29. Ну а все подробности в экономическом выпуске. Азербайджан, являющийся поставщиком природного газа, также станет поставщиком зеленой энергии в Европу. Об этом на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, до конца 2027 года в Азербайджане будут введены в эксплуатацию 9 солнечных и ветровых электростанций. Их мощность равна 2 гигаваттам. А до 2030 года будет построено еще 10 ветровых и солнечных электростанций, мощность которых составит до 5 гигаватт. При этом, по словам Ильхам Алиев, Азербайджан богатый как традиционными, так и возобновляемыми видами энергии и впредь будет важным партнером Европы на долгие годы. В Европе растет спрос на природный газ, газ из новых источников. Если в 2021 году мы поставили в страны Европейского Союза 8 миллиардов кубометров газа, то в этом году эта цифра достигла 12 миллиардов. Мы вкладываем дополнительные инвестиции и выделяем дополнительные средства для поддержки европейских стран в этом вопросе. Азербайджан не только прилагает усилия по борьбе с изменением климата, но и активно участвует в развитии зеленой энергетики. Запуск проектов по выработке ветровой и солнечной энергии, а также привлечении зарубежных инвесторов свидетельствуют о стремлении Азербайджана к устойчивому развитию и диверсификации своей экономики. Азербайджан, обладая богатыми природными ресурсами, является участником платформы ОПЕК+, что предоставляет стране дополнительные преимущества. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на заседании в сегменте высокого уровня 15-го Петербергского климатического диалога в Берлине. По его словам, государства, обладающие богатыми природными ресурсами, должны занимать ведущую позицию в усилиях по противодействию изменению климата. Страны, богатые природными ресурсами, газом и нефтью, должны лидировать в борьбе с изменением климата. Таким образом, эти различные платформы создадут у нас хороший дух солидарности, позволив нам достичь наших целей. Как только наша страна была выбрана местом проведения КОП-29, ряд СМИ сосредоточили свое внимание на нашем энергетическом портфолио. Принимая конференцию КОП-29 в этом году, Азербайджан получает шанс не только продемонстрировать свою способность организовать такое масштабное глобальное мероприятие, но и поделиться своими достижениями в области борьбы с изменением климата. По словам президента Ильхама Алиева, зелёная повестка Азербайджана притворялась жить ещё до КОП-29. «Совместно с нашими зарубежными партнёрами мы запустили масштабные проекты в рамках зелёного перехода». Президент дополнил, что в этом году в Азербайджане запустят проекты по выработке ветровой и солнечной энергии общей мощностью 1300 мегаватт. Глава государства также отметил, что подтверждённая мощность ветровой энергии на море достигает 157 гигаватт, что свидетельствует о потенциале Азербайджана в этой области. «Как глава государства с богатыми ископаемыми ресурсами буду защищать права таких же стран, продолжать инвестирования в эту область». Сегодня азербайджанские проекты в области зелёной энергетики финансируются зарубежными инвесторами. Страна лишь обеспечивает соответствующую инфраструктуру и создаёт благоприятный климат для этих инвестиций. По другим темам в городе Чэнду, столице китайской провинции Сычуань, прошла церемония открытия азербайджанского торгового дома. Он стал пятым по счёту в Китае. Здесь представлены материалы, касающиеся богатого культурного наследия Азербайджана, туристического потенциала, экономических возможностей, а также инвестиционной среды страны. В торговом доме, созданном при поддержке Министерства экономики и Организации торгового представительства страны в Китае, представлена продукция под брендом Made in Azerbaijan. Это в основном чай, фруктовые соки, вина, консервы, варенье и кондитерские изделия. Азербайджанский торговый дом стал одним из крупнейших торговых домов в городе. На сегодняшний день в провинции Сычуань работают павильоны 34 стран, включая Турцию, Грецию, Германию и Италию. Это были все актуальные новости экономики к этому часу. Лидия. Спасибо, Медина. Медина Гурбанова представила экономический блок. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok